рада приветствовать всех на своем youtube канале сегодня я хочу сделать быстрый обзор тех цветов которые сегодня хочу посеять это лобелия плетистая голубой фонтан вот такая красивая ампельная лобелия дальше тоже лобелия красный фонтан цветок норд монарда панорама это срезка сухоцвет и пряность почему купил цветок хочу вас смотрел у других блогеров они посеяли и очень довольны этот цветок это очень прекрасным запахом вот запах как пряности вроде как пахнет бергамот хочу посеять и тоже посмотреть также обладает достаточно яркими цветочками посмотреть какие красивые цветы это многолейк высоту достигает 75 80 сантиметров вот написано яркие ароматные соцветия монарды создадут эффектную поляну красочный микс бордер или клумбу прекрасная срезка разноцветные вихрастые соцветия на крепких стеблях долго стоят вазе душистые листья применяют как пряность осенью растение украшает очень декоративные оригинальные коричневые саплодия которые используются как сухоцветы вот хочу попробовать вот такая монарда и лимонная монарда посмотрите какие цветочки вроде название одинаковое да а совершенно по-разному выглядят здесь написано ароматизатор напитков и чая листьев соцветия отличная пряная приправа для салатов поскольку мы очень любим салаты как я уже говорила также множество любых пряных трав 1 культурному растению которого который обязательно попробуй напитков и чая а также приправы для салата вот эта культура неприхотливая однолетняя высотой 60 100 сантиметров традиционный для сады пряных трав все части растений имеет сильный аромат лимона масса одного растения 350 480 грамм листья стебли соцветия используют в качестве ингредиента ароматных чаев пряно-вкусовые вкусовой приправы растение красиво цветущие пригодны для оформления цветников и так вот я хочу попробовать да вот здесь вот заявлено вот это растение как многолетник вот а это однолетняя пряная трава вот тоже буду пробовать сажать очень не понравился оригинальным смотреть смотрится то есть получается это растение будет и красивая и пряная то есть если посадить там вблизи там беседок где постоянно отдыхаешь и находишься запах вот этот да будет как бы сказать ведь в воздухе также мы до этого сажали ночную фиалку матиньола семейство красно крестоцветных очень понравилось запах и именно ночью вот то есть знаете как вот такое лето жаркой и когда вечером уже поздно поздним вечером немного воздух остывает да такой легкий ветерок и вот этот запах этого цветка просто великолепен вот ну я картинку вставлю посмотрите не сильно красивый как бы цветок да но запах просто шикарный поэтому мы знаете как сделали мы сажали его за розами то есть он достаточно высокие там анти матиньола ночная фиалка и еще называют вот и как бы сказать вроде роза тоже пахнет и вот тоже как бы у каждого цветка свой аромат ночной такой выходишь прям запахи шикарные вечером так ладно уже отвлеку класть колеус или колеус правильно вот смотрите какие листья красивые вот он используется как цветок домашний комнатный также можно его использовать как декоративное растение в саду вот он однолетник но его можно черенковать вот что я и буду пробовать потому что мне очень понравился как смотрится в цветниках смотреть вот такой вот красный даже бордовый да смотрите какой красивый и вот мятного цвета такого вот тоже колеус вот видно было что с а вот салатовый видите какой то есть они вдвоем смотреть как шикарно смотрится взял взяли последний пакетики хотели еще разновидности большие это много есть хотели взять еще но видно все раз пробовали и достал столько два последних пакетика вот тоже хочу попробовать посеять что из этого выйдет вы будете наблюдать вместе со мной дальше папа вер испанский танжерин парфайт смотрите многолетник это такой вот маг посмотрите какой цвет шикарный нежный такой маленький то есть это не тот маг вот как мы привыкли видеть да такие большие у него лепестки а маленький их много то есть если их высадить такой клубочкой да это будет яркое пятно в нашем огороде то есть в цветнике это будет очень красиво сейчас я вам еще прочитаю про него компактный сорт с многочисленными махровыми цветками порадует обильным и ярким цветением сочная окраска его цветков на опущенных напущенных стебельках неизменно будет притягивать внимание растение украсит сад даже до цветения розетки листьев декоративно сами по себе рекомендуется располагать группами микрос микрос бордеры и каменных садиках очень красив букетах цветок срезают фазе лопнувшего бутона даже так даже в вазе стоит ну вот как я и сказала сеют клумбами группами да и это действительно будет смотреться шикарно но я вот часть хочу попробовать посадить значит выращиванием в грунт не буду на рассаду высаживать его также хочу привести картинку найду картинку у меня в саду растет тоже маг и у него на лепестках он во первых ярко такого кровавого красного цвета и у него здесь вот на лепесточках вот такие черные точки как у божьей коровки приведу вам фотографию посмотрите очень красиво чем маки красивые цветы только их не все можно сажать в саду потому что есть некоторые сорта которые запрещены вот и гипсофила очень давно мечтала посадить это многолетние растения достигает вот до того метра шириной цветочки 0 6 сантиметров гипсофила метельчатая махровая белая вот такой цветочек смотреть с розами будет вообще шикарно смотреться для объемных клумб композиции букетов неприхотливые многолетние растения семейства гвоздичные у меня гвоздики тоже есть они такие нежно-розового цвета но они прям стелещиеся почвопокровные а это все-таки будет повыше и будет как узнаете в саду прям с розами как букет вот гипсофил уже вставляют в букеты вот прям будет выглядеть так представляет собой сильно ветвистый ажурный шаровидный куст до 1 метра в диаметре все растения ровата зеленого с мелкой многочисленными махровыми цветками белого цвета цветок с июня по август вот я его хочу посеять и очень надеюсь что он в моем саду приживется так как многолетники я сейчас ищу очень активно потому что хочу большую часть посеять все-таки многолетников потому сейчас я хочу вкратце рассказать как я буду сеять лабелию и так сейчас я буду сеять лабелию подготовленный грунт обильно смоченный из пульверизатора я буду сеять лабелию семечки он очень мелкие вот сейчас я приведу вам покажу как они вот посмотрите они как пыль выглядит очень мелкие очень вот поэтому нужно грунт обильно смочить потому что если мы будем еще сверху из пульверизатора как бы опрыскивать семечки могут либо уйти в почву глубоко до либо их просто может может смыть и вот так вот движениями как будто мы солим да вот так вот мы их потихонечку потихонечку вот они даже приклеились ладони одну руку не очень удобно можно еще знаете что делать можно раскрошить мел знаете мелкие детские вот раскрошить перемешать с ним вот просто у меня сейчас нет наличие мела вот и так вот посеять чтобы вот белая хотя бы видно был куда где чусь ешь вот а значит посеяли да и закрываем пленкой и постоянно а пленкой закрываем на светлое и теплое место вот в течение пяти дней должны уже показаться росточки просто я хочу что сказать поскольку семена очень мелкие они смотря от даты срока сбора до могут выйти еще быстрее поэтому необходимо дайте не открывать вот и необходимо открывать проветривать и наблюдать вдруг они вышли быстрее чем ожидали и тем самым как бы сказать откроем уже и будем очень хорошо освещать до дополнительной подсветки будут вот то же самое я буду делать слабели и плетистый голубой фонтан и тоже есть сейчас посею поставлю это в светлое теплое место под пленочку вот и всходами поделюсь с вами также хочу поделиться с вами сходами вот у меня тут питунька зашла это питунька я сажал вот первый рядок так это супер каскадная розовая вышла достаточно быстро без проблем и питунья вот такая бахромчатый экспресса frapper house она конечно не так хорошо вышла сейчас приближу вот видите здесь вот пусто вот здесь вот вышла да то есть я еще подожду конечно она может еще в зайти вот также взошел дельфиню достаточно хорошо его буду подсыпать вот утром я ставлю рассаду когда солнышко приходит на подоконник на подоконнике держу потому что от окна прохладненько и она не так сильно вытягивается вот а вечером уже когда даже не дожидаясь когда солнце уходит я выставляю на дополнительное освещение на свой стеллаж здесь вот он у меня вышла гацани посмотрите как хорошо взошла и и это же сюда выставляю чтобы она не сильно вытягивалась так как от подоконника но от стекла точнее прохладнее здесь у меня выходит перчик перчик конечно угоду несмотря на то что я посадила с такими ростками он вот только-только начинает выходить но я буду все равно делиться с вами как бы сказать своими всходами своими результатами и отличными и не совсем отличными вот сейчас также я параллельно замочила баклажаны таким же способом как я показываю ссылку я оставлю в описании вот баклажаны также перцы еще замочила вот и когда они чуть-чуть набухнут я их буду уже сажать в подготовленный грунт вот так вот такие вот результаты по всходам